В эфире Народное Славянское Радио Всем здравия! В эфире новости Славянского Мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки артефактов земель славянских, праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве с 30 декабря работает галерея ледяных скульптур «Полярная звезда». Здесь представлены не случайные экспонаты. Вся экспозиция знакомит посетителей с красотами Крайнего Севера и его обитателями. Создатели выставки вдохновлялись полярным лагерем Борнео, который находится на дрельфующей льдине. Главная его достопримечательность – это бескрайние ледово-снежные просторы, где человек теряется и становится действительно частью природы. Помещение галереи создано из ледяных глыб, специально привезенных из Сибири. Внутри вы найдете снежные иглу и палатки полярников, а также фигуры арктических обитателей – медведей, китов, северных оленей и моржей. Выставка работает с 30 декабря по 28 февраля с 12.00 до 19.00. Адрес парка «Сокольники», улица «Сокольнический вал», дом 1, строение 1. Ближайшее метро «Сокольники». В 2016 году прошел конкурс «В море в сказках Александра Пушкина», в котором приняли участие учащиеся из-за студии Музея изобразительных искусств и талантливые дети из Ялты и Гурзуфа. В Москве в Центре эстетического воспитания «Мусион» можно увидеть 45 работ финалистов этого конкурса. Ранее с выставкой познакомились посетители Музея Александра Пушкина в Гурзуфе, который является инициатором проекта. Выставка работает с 20 декабря по 22 января, со вторника по воскресенье с 11.00 до 18.00. Адрес выставки – Колымажный переулок, дом 6, строение 2. Ближайшее метро – Боровицкое и Кропоткинское. Продолжим артефактами земель славянских. По мнению интернет-издания «Историческая правда», археологическими открытиями 2016 года стали метко неандертальцев. Археологи выяснили, что неандертальцы 140 тысяч лет подряд из поколения в поколение приходили на остров Джерси, что находится в проливе Ла-Манш, для совершения каких-то религиозных обрядов, причем они делали это как теплые межледниковья, так и в эпохе наступления ледников, не обращая внимания на резкие изменения ландшафта и животного мира. На Джерси обнаружены две пещеры, содержащие следы их присутствия. Скелет с антикитерского корабля. Крушение антикитерского корабля – самое известное кораблекрушение в мире. В 1900 году недалеко от греческого острова Антикитера были обнаружены сокровища – бронзовые и мраморные статуи, а также антикитерский механизм, который часто называют самым древним компьютером. Однако в 2016 году было сделано не менее важное открытие. На месте кораблекрушения нашли человеческий скелет. По остаткам костей удалось установить, что они принадлежали молодому мужчине. Открытие позволит изучить генетику древних моряков. В Великом Новгороде нашли уникальную берестяную грамоту, написанную чернилами. Грамота была обнаружена в раскопе на улице Троицкой в культурном слое второй половины XIV века. Это третья подобная новгородская грамота, обнаруженная учеными. При этом на каждую из грамот, написанных чернилами, приходится около 350 берестяных грамот, на которых тексты или рисунки наносились с помощью специальных писал. Княжеская печать. Ученые из Института археологии РАН нашли на Самбийском полуострове Калининградской области печать русского князя Всеволода Мстиславича в крещении Гавриила. Он был старшим сыном великого князя Киевского Мстислава от брака с Кристиной, дочерью шведского короля Инги I старшего. Всеволод Мстиславич долгое время княжил в Новгороде, а в 1137-1138 годах был приглашен на Псковский престол. Это первое однозначное свидетельство тесных экономических, а также, возможно, политических и культурных связей между жившими на полуострове племенами Пруссов и Русью. Кладбище древних кораблей. Британские археологи из Черноморского проекта морской археологии с помощью роботизированных подводных аппаратов обнаружили на дне Черного моря свыше 40 затонувших кораблей, в том числе времен Византийской и Османской империи. Древнеперсидская клинопись V-VI веков до н.э. Археологи обнаружили на Таманском полуострове на территории историко-археологического музея заповедника Фанагория большой комплекс городских оборонительных сооружений, построенных из сырцовых кирпичей, предположительно, в VI-V веках до н.э. Также в ходе раскопок были найдены образцы древнеперсидской клинописи, в которой упоминается имя легендарного персидского царя Дария I. Также в тексте присутствует слово, которое можно прочитать как «Милет» – крупнейший греческий город в Ионии, современная Малая Азия. Крепости Мирийского вала Ученые из Института археологии РАН в ходе раскопок на месте будущей трассы магистрального газопровода Краснодарский край – Крым обнаружили башню и стены крепости, построенной более 2000 лет назад. Она входила в состав 40-километровой оборонительной линии, защищавшей Керченский полуостров, принадлежавшей Боспорскому царству, от скифов, контролировавших остальной Крым. Великий конопляный путь. В западном Китае найден скелет, под головой и на груди которого была уложена конопля. Открытие указывает на интенсивное взаимодействие древних евразийских культур с психоактивными веществами. Древнейшая в мире игла. Исследователи из Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН обнаружили в Денисовой пещере на Алтае иглу возрастом в 50 тысяч лет. Орудие было создано денисовцами, предположительно под видом Homo sapiens, позднее полностью вытесненным современными людьми. Второе поселение викингов в Америке. Группа археологов из Университета Алабамы обнаружила новое поселение первых европейских колонистов на юге острова Ньюфаундлен. Для его поисков ученые использовали снимки территории, сделанные из космоса спутника. Радиоуглеродное датирование предметов из второго открытого поселка викингов Америки указало на период между 800 и 1300 годами, что намного раньше плавания Колумба. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Томский приглашают принять участие в проекте «Новогодний снеговей». С 4 по 7 января в 14.00 от Туристского информационного центра будут стартовать новогодние пешеходные экскурсии по улицам и площадям Томска. Экскурсии проходят при температурном режиме не ниже 15 градусов мороза. Подробности читайте на сайте мероприятия. В Новгороде 8 января с 13.00 до 15.00 областной Дом народного творчества проводит в Музее народного деревянного зодчества зимний праздник святки в Витославлицах. Для тех, кто предпочитает активный отдых, предлагаются народные игры и забавы, деревенский футбол, соревнования на ходунах, перетяги на чурках, веревочки-попрыгухи, игры с валенками и прочие. Подробности читайте на сайте мероприятия. В дни зимних каникул Государственный музей-заповедник Гатчина представляет 5-й фестиваль «Новогодняя кутерьма». Веселый праздник для детей и взрослых, где каждого ждут необычные экскурсии, увлекательные мастер-классы, концерты классической музыки, веселые забавы и многое другое. Полную программу читайте на сайте мероприятия. В Санкт-Петербурге 9, 10, 11 января состоится семинар Лады Ведуньи «Память рода». Длительность 4 часа с 18.00 до 22.00. Вход свободный. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. Обращаем ваше внимание на то, что во время зимних каникул живых эфиров не запланировано, но будут транслироваться новые эфиры в записи. Следите за анонсами на сайте радио. Дорогая редакция Народного славянского радио. В почту новостей пришло следующее поздравление от нашего слушателя Олега из Иркутска. Любимой радиоволне от благодарных слушателей посвящается. Пять лет вещаю в безвременне, открыла ты, твой коллектив, глаза людей от наваждений, усиля правды объектив. Твоя волна доносит гордо, минуя к козни всех врагов. Все для державы, для народа, чтоб не было в главах оков. Преобразуя, просвещая, неся вибрации свои, ты мысли жизнь даешь, внимая позывам матушки земли. И силы правей помогая, скрепляя веды и народ, тебя хранят, оберегая, давая крепнуть с года в год. И нету радостней и гривей напевов с радиоволны, волны народной, нерушимой, на благо, счастье всей страны. Вместе сделаем мир лучше. Желаем всем добра! Народное славянское радио. Все нужно, все важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова